Сегодня, навод, тяжко уявить, что после Чарнобырской катастрофы Брагин мог спынить свое иснование. В 80-х годах у СРЮС разглядалось пытание о полном отселении населения и поховании населенного пункта, что лечилось больше данным и рациональным, чем его реабилитация. Теперь об таким варианте уже не памятны, навод, шмат такие местовые же хоры. Брагин не только заховался, а и развивается. В этот день городский поселок рыхтуется до проведения выборов у местного совета депутатов. Сирот претендентов – представники практически всех распоряженных в районе профессий. Есть и представители системы образования, есть и представители торговли, есть представители культуры, есть представители сельского хозяйства, есть представители даже пенсионеров у нас, люди, которые на пенсии, и они выдвигают свои кандидатуры, достаточно активные люди, и такие у нас тоже есть. Основная колькость выборщиков в Брагинском районе, проживая у сельской местности, а тому на сворных тут участках, да выборов рыхтуются хрунтовно. У Осаревицким Доме народной творчести, где размещенный один из таких участков, куток выборщика оформили еще месяц тому, для вязковцев тут у себя необходимая информация. А про чатаго на участку почали уже рыхтовать залу, где будет проходить голосование. По великим рахункам тут засталось и поставить только урны. У попередних выборах депутату местных советов Осаревчих приняло удела, для 98% населения зарастут у списка, унесены 245 местных же хоров и похоронечники, застава яких находится на территории населенного пункта. Люди все активные, люди все понимающие, все как бы нормально реагируют на это мероприятие, все приходят. Во время, на день выборов у нас концерты проводятся, постоянно мероприятия, не сами, мы к нам приезжают концертные, поэтому буфет работает на участке. Особливость шмат таких участков для голосования в Брагинском районе, их оформление, а прощат традиционных кутков выборщиков тут шмат предметов народной творчести и быту, от рушников до пралок. У вёсты Красное голосование будет проходить практически в музее. Вязковцы смогут не только принять непосредственную делу в выборах, а не и знакомиться с зрителями, якими корыстались их протки. Тут вещь на 8-е такое послевоенная радия. На конце 40-х это был, как зараз скажу, самый распрощенный сродок массовой информации. Вязковцы уключали радую ранницей и чули, запрошаем вас принять у делу в выборах у местовые советы депутатов. Неколи прикладно такой же радую было и в доме Татьяны Шейн, какой зараз идёт 83-й год. Не глядя чана, взросл жанчина, працовая проседибный участок, а в свободный час займается любимыми справами, пиша верши и вышивая. Я ей выробы сегодня ведомые далёко за межами вёски Новая и Олша. 18-го лютого Татьяна Шейн обовязково приме у делу в выборах депутатов местовых советов. В последнее время ко мне приезжают домой, мне далеко до километра три или два с половиной до участка, до Выборчика. Так приезжают машины и я голосую в эту самую урну. А иногда приезжают, забирают и везут на участок, так там голосую. Ну, обязательно голосую. Никогда не было так, чтобы у меня был пробел, чтобы я не была и не голосовала. И семья наша всегда голосовала. Олег Синчеров, Евгений Макеенко, Телерадо компания «Гомель», Бронинский район.